Пандемия коронавируса. Самая актуальная на 1 апреля 2020 года. По данным официального сайта rbk.ru, на 1 апреля 2020 года, количество зараженных коронавирусом в России составляет 2337 человек. Всего выздоровели 121 человек, 22 человека умерли. Случаи заболевания зафиксированы в 73 регионах. Вслед за Москвой и Московской областью около 30 регионов ввели режим самоизоляции для всего населения. На улицу можно выйти для похода за продуктами и лекарствами, чтобы вынести мусор или выгулить собаку, не далее 100 метров от дома. При этом необходимо соблюдать дистанцию не менее полтора метра от других людей. Госдума приняла пакет законопроектов, направленных на борьбу с коронавирусом. В их числе, введение штрафов за нарушение карантина, если оно повлекло массовое заражение и гибель людей и наказание может доходить до 7 лет лишения свободы. Распространение фейковых новостей также будет наказываться штрафом. Ситуация в других странах. Количество зараженных коронавирусом в мире превысило 800 тысяч человек. По данным Университета Хопкинса на 21 час ровно 31 марта в мире зарегистрировано 826-222 случаев заражения коронавирусом. В Италии за последние сутки от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией COVID-19, умерли 837 человек. В Великобритании за сутки от коронавируса умерли 383 человека, что более чем в два раза превысило показатели предыдущего дня. США обошли Китай по числу смертей от коронавируса 3416 против 3309, данные университета Хопкинса. По этому показателю США занимают третье место после Италии 12428 и Испании 8269. Власти утверждают, что видят улучшение ситуации. Государственная Дума Российской Федерации приняла в третьем чтении законопроект об административных штрафах за нарушение карантина и распространение фейковых новостей об эпидемии. Поправки, предусматривающие ответственность за нарушение режима карантина и других санитарно-эпидемиологических правил, совершенные в период режима ЧАЭС или при возникновении угрозы распространения заболевания, внесены в КААП. Как сообщает пресс-служба Нижней Палаты парламента, за нарушение карантина штраф для граждан составит от 15 тысяч до 40 тысяч рублей. Для должностных лиц, а также тех, кто осуществляет предпринимательскую деятельность без юрлица, наказание предусмотрено в размере от 50 до 150 тысяч рублей, последним может также грозить приостановление деятельности на срок до 90 суток. Для юридических лиц штраф составит от 200 до 500 тысяч рублей. В том случае, если нарушение повлекло за собой причинение вреда здоровью или смерть человека, штрафы увеличиваются. Для граждан, от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц, от 300 до 500 тысяч рублей, также возможна дисквалификация от 1 года до 3 лет. Для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Для юрлица предусмотрен штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Кроме того, за распространение в интернете или СМИ фейковых новостей об эпидемии юридические лица заплатят от 1,5 до 3 миллионов рублей. В том случае, если публикация фейка привела к смерти человека или массовым нарушениям общественного порядка, то штрафы составят уже от 3 до 5 миллионов рублей. Также предусмотрены наказания за нарушения, которые мешают функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры. Для граждан, от 300 до 400 тысяч рублей, для должностных лиц, от 600 до 900 тысяч рублей, для юридических лиц, от 5 до 10 миллионов рублей.